Я бы вам рекомендовал меня послушать, особенно молодым детишкам, которые в скором времени будут уже взрослыми товарищами через некоторое время и захотят заработать деньги. Так вот, к слову о том, к слову о том, почему я приехал сюда на оптовую базу. В связи с тем, что я очень люблю есть гороховую кашу, а я ее сам готовлю, я вдруг внезапно ощутил на себе внимание немножко другого характеристики. То есть, в принципе, бензин у нас как стоил, так и стоит, за исключением дивной солярки, которая почему-то всегда стоила дешевле, чем топливо стандартное, а теперь стала стоить дороже, чем топливо стандартное, хотя по сути это мусор, но стоит он у космических денег. Но, в принципе, все же везется у нас на солярочных вещах. То есть, машина поехала в ту же, допустим, самую контору под названием Уфа и взяла там тот же самый горох по 25 либо по 17 рублей. А, а здесь, а здесь, то есть далековато, да? Очень сильно далеко, просто невозможно проехать до Уфы, доехать и там купить. А здесь этот горох в развесовку стоит уже 50 рублей. А, крево, да? Это не 25%, господа, это чистые 100%, чистые 100% на расстоянии в 340 километров. А чем это не ваш ли бизнес? Теперь другой вопрос, почему я не ем лобио. А что такое лобио? Лобио – это фасоль. И то, и другое готовятся те же яйца практически. То есть лобио готовится 2 часа, а горох готовится час. Но предварительно надо замочить, а потом уже добавить туда остальные вещи вкуснейшие тогда получают лобио, а фонарейшие. Только почему-то фасоль у нас в Магнитогорске стала стоить 280 рублей. Но я-то умный человек, у меня есть интернет, естественно. Я залез и посмотрел, что эта же фасоль стоит в Краснодаре всего лишь 75 рублей. Это в какие количественные проценты все это дело вытекается? Ну, там даже не 100. Оно может быть даже 200, может быть 300 процентов. Крюво нас имеют, да? То есть, господа мои, детишки, вы уже забудьте про всякие там финты ушами, типа шняга под названием… Как это называется? Да-да-да-да. Компутеры. Еще раз говорю, что такое компутер? Компутер будет ничего без того, что человек не хочет и не сможет нормально покушать. Так что я вам рекомендовал все-таки использовать другие вещи, на которых уровень заработной платы выше, вкуснее и интереснее. И не думайте, что вам… Нет, возможно, вы получите результаты в горном институте, который уже горным институтом не является, но является техническим университетом. Там, возможно, вы получите результаты. Но всегда думайте о том, что первоначально что человеку необходимо? Первоначально человеку необходим воздух. Ну, кто у нас еще на воздух не внедрили, этого вот так. Выдох 0, вдох 5 рублей. Это же отдельная тема. Может быть, какая-нибудь очередная дума это сделает. Но не будем считать. Будем думать, что в конце концов, если дядя Володя поменяет целиком власть, а мы готовы перейти и сделать так, чтобы он работал до бесконечности, я проголосую на это 100%, то это было бы хорошо. Вот я о чем говорю. Думайте, о чем идет речь. Первоначально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова